Один из братьев Эргизбаевых осматривает то, что совсем недавно было его квартирой. Сейчас среди сгоревшего имущества и обугленных стен с трудом можно понять, что и где находилось. Вся мебель, техника и вещи исчезли в пламени в ночь на воскресенье, 9 октября. Остался только котенок, который сидит на уцелевшем крыльце. Общий большой дом родственники подстроили больше 10 лет назад и жили здесь все вместе. В момент, когда возник огонь, пятеро братьев со своими семьями и родителями мирно спали. Очаг возгорания, по словам жителей дома, находился на втором этаже. Что послужило причиной пожара, жильцы могут только догадываться. Люди в состоянии шока посреди ночи вывели детей на улицу, прихватив с собой только документы. Все остальное, к сожалению, спасти не удалось. Огонь возник сверху на мансарде и сразу охватил крышу, а потом и весь дом. Итог, каждый шаг нашей съемочной группы рискованный, так как большая часть крыши обвалилась, а то, что устояло, держится на честном слове. По словам пострадавших, времени на то, чтобы оценить ситуацию, практически не было. Поэтому действовать нужно было незамедлительно. Я один из первых узнал, что угорит дом. Поднялся на второй этаж, и мне первая мысль, когда забегал, тушить. Но там уже пламя охватило заднюю часть. И когда поднимался, у нас еще воды не было. Особо ничего спасти не удалось. То есть техника, телевизор, бытовая техника, все вещи, все сгорело. В общем, детей все вещи нет, взрослых, соответственно, тоже нет. Ни обуви, ничего не осталось. Главное, что никто не пострадал, говорят жильцы дома. А сейчас семьи находятся у родственников и друзей. В ночь, когда случился пожар, детей и взрослых приютели ближайшие соседи, которые проснулись от шума, криков и огней. Я оделся, вышел на улицу, увидел, тут все горит пламенем. Объято уже этим, большим пламенем было объято второй этаж мансарда. И потом было много людей, все соседи здесь были. Ну, очевидцев много было. Но мы ничем помочь не смогли. Пожарные делали все, что могли. Но очаг пламени погасить не удалось. Со слов сотрудников службы пожаротушения, спасти дом не удалось по причине позднего вызова и быстровоспламеняемой деревянной конструкции мансарды, где и возникло возгорание. Потушить пожар удалось только к 9 часам утра. В 3 часа 12 минут выехало первое подразделение. По прибытию первого подразделения, значит, на момент прибытия крыша дома была полностью охвачена огнем. Предварительная площадь составляла 250 квадратных метров. Первым выкудителем тушения пожара было принято решение о привлечении дополнительных сильных средств. В тушении участвовало, значит, 6 единиц АЦ. На тушение также было подано 4 ствола АБ. В ликвидацию тушения принимало 18 человек личного состава. Тушение обусловивалось сложностью тем, что горела полностью крыша, охвачена огнем, переходила на кровлю. Кровля была деревянная. Была угроза обрушения. Теперь общими силами родственники пытаются найти хоть какие-то уцелевшие вещи. Также нужно заново отстраиваться. Поэтому любой помощи они будут рады. Дмитрий Гуренко, Тимур Козагулов, РТН.